С этим музыкальным инструментом наша страна ассоциируется давно и прочно. И название балалайка, и сам звук бренчащий и залихватский выражают саму суть русского национального характера. Я не совсем хорошо понимаю по-русски, но великолепно знаю, что этот самый русский инструмент, как его называется, есть музыкальный предмет большевиков. Балалайка известна на Руси с конца 17 века. Она была неизменной спутницей скоморожеских представлений. И, возможно, поэтому ее не взлюбила церковь. Инструмент нарекли дьявольским. Балалайки отнимали у крестьян и сжигали. В петровские времена такую балалайку можно было купить в любой лавке. Император любил послушать ее треньканье, и народный инструмент звучал на представлениях для бояр, воевод и купцов. На сцену балалайка впервые вышла в 19 веке. Аристократ Василий Андреев, которого с детства учили играть на рояле, организовал первый в стране оркестр народных инструментов. Как сказал Федор Шаляпин, балалайка из сиротинушки превратилась в русскую красавицу. В конце 19 века балалайка покорила Париж. Оркестр народных инструментов выступил на всемирной выставке с ошеломительным успехом. Балалайка завоевала уже не только русские, но и европейские сердца. Оказалось, что и французские модные песни можно исполнить под аккомпанемент некогда крестьянского инструмента. Совершенствование балалайочной игры происходило не только в дворянском кругу, но и в народе. Частушечная мелодия сложилась именно под аккомпанемент трехструнного бубенца. Само название балалайка восходит к русским словам балагурить, балаболить, то есть болтать о всякой ерунде. Однако история показала, что балалайка может выразить любую эмоцию и томление, и печаль. У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост, но трогать ее не моги, за ее малый рост, малый рост. Был бы запевала, а подголоски найдутся. Эта поговорка иллюстрирует удивительную особенность балалайки. Даже на трех струнах можно сыграть мелодию любой сложности. Балалайка, синоним русского характера, это наше все. Балалайка, синоним русского характера.